Итак, мы сегодня вступили с вами в постную триоть, уже мытаря и фарисея. Фарисей постился два раза в неделю и гордился этим. Поститься на языке библейском означает ничего не есть. В смысле поститься, то мы, может быть, мало постились. Когда ты ничего не ешь, вообще ничего не ешь и не пьешь, это постишься. А когда ты, например, не ешь колбасу, но, допустим, ешь жареного карпа, это не пост, это баловство. Или ты кушаешь креветки, например, или заказался в ресторане осьминога. Свину я отбивную не заказал, но, допустим, какого-нибудь лобстера заказал. Это не пост, это смех, это ерунда. Не балуйтесь в это, здесь нет ничего духовного. Пост – это ничего не есть, ничего не есть вообще. И не пить, это пост. А потом по закату солнца начинаешь вкушать что-то, развязываешь пост. Съел, например, морковку погрыз, выпил кофе с соевым молоком. Ну ладно, вот уже и хватит. И на следующий день опять так же, до заката солнца ничего не есть, а на закате разговелся, погрыз сухарь, например, с горячей водой. Это пост, слушайте. А то, что мы пхаем в себя хлеб с кашей, это какой-то пост. Люди толстеют за пост. Вместо того, чтобы худеть за пост, народ толстеет за пост. Поэтому сегодня нету поста, сейчас можно есть все, что хочешь, потому что не помолимся фарисейские братья, ешьте, что хотите. Пища нас не приближает к Богу и не удаляет. Если едим, ничего не приобретаем, если не едим, ничего не теряем. Чрево для пищи, пища для чрева, Бог и то, и другое уничтожит. Так написано. Желудок для еды, еда для желудка. Ну и то, и другое Бог упразднит. Поэтому, значит, можно кушать на здоровье все и благодарить Бога. Не забывайте благодарить Бога за еду, потому что все это с его ладошки. Это наша, так сказать, мытаря-фарисея неделя. Так что, да, ну и потихонечку готовимся уже, так сказать, к тому, что надо будет вступить в пост с молитвой, потому что без молитвы пост не имеет никакого смысла. И там всех простить, как бы закрыть уши от ненужных новостей и взять псалтирь под нос, как бы и Библию святую, и там уже потом двигать вперед к воскресению Христову. Может быть, нам Бог еще подарит еще и в этом году подойти к пустому гробу и порадоваться о том, что Мессия воскрес, что Иисуса в гробе нет. Это же большой подарок, дожить до Пасхи и отпраздновать Пасху, и приготовиться к Пасхе, выплакаться, перед Крестом постоять, Евангелие выслушать, опустошить душу от лишних впечатлений, понять, кто ты есть такой, и поплакать о себе грешники, и Иисуса прославить воскресшего. Это же большой дар. Так что мы уже начали с вами дорогу туда, к светлому Христову воскресению. На этой дороге у нас будет такая полоса препятствий. По сути, у нас до светлой цели существует некая священная полоса препятствий. Нам нужно преодолевать будет ее. Вот мы начали с того, что сегодня неделя мы таря и фарисея. Так что гордиться нам с вами нечем, как мы сегодня с вами говорили. Во всех церквах сегодня об этом скажут. Не гордитесь, братья, не осуждайте никого. Не надейтесь на себя, надейтесь на Господа. Бейте себя в грудь, как последний грешник. Опускайте глаза долу. Никого не замечайте. Нет людей на свете хуже меня. Я один прогневал благость Божию. Я один, может быть, в ад пойду, как думал Александрийский сапожник. Был настолько великий человек, что к нему Антоний великий из пустыни. Ангел Божий ходил к нему поучиться. Говорит, чем ты угождаешь Господу? Он говорит, ничем. Ты меня с кем-то перепутал. Говорит, Богом тебя кляну. Открой мне тайну твою. Я с тебя далека, на старых ногах пришел тебе из очень большого далека. Говорит, нет у меня подвига. Только я встаю с утра, я начинаю работать, работу свою, там всякие там тапки, сандалии шить. Вижу люди по улице ходят и думаю, вот какой хороший человек. И вот какой хороший человек. Боже, и вот тот, какой хороший человек. Все будут спасены. Всех любит Бог. Все будут в раю. Я хуже всех. Если кто-то в ад пойдет, то, скорее всего, я первый. Ну, как бы так он думал. С этой мыслью он работал. И заканчивал работу, и молился Богу на ночь. И с этой мыслью ложился спать. И Антоний ему сказал, Антонию Бог сказал, что он выше тебя. Слушайте, человек имел в себе смиренный помысл. Никого не осуждал. Вы проверьте себе, например, на работе. Как вы о ком думаете? Наверняка вы найдете какие-то болевые точки, в которых вы этого осуждаете, эту осуждаете, эту осуждаете, на этого знать не хотите. На этого вам плевать. Этот вообще чудовище, вы ему руку не подадите. Проверьте себя. Там 100% есть такое. По соседству проверьте себя. Кто там живет? А там такой живет, что его лучше не знать. А там кто живет? Да, слушай, там еще хуже. А там кто живет? Ну, проверьте себе. У нас сознание полностью раком пронизано этими метастазами. Метастазами гордыни и сумасшествия. Спроси человека, кто самый лучший? Если честно, самый лучший я. Кто самый худший? Да, все остальные. У нас полностью сознание фарисея. Полностью. Если честно, полностью. То есть сердце наше, это фарисейское сердце. В голове у нас, слава Богу, Господь нам помазал, так сказать, как кисточкой, как маслом помазал. В голове у нас есть пару христианских мыслей. Мы пытаемся этими христианскими мыслями сдавить наше фарисейское сердце. Не дать его вырасти наружу. Но, в принципе, внутри у нас живет фарисей. Все плохие, я хороший. Все подохнут, я спасусь. Ну, как бы так. А там все наоборот. Все хорошие, я плохой. Все спасутся, я погибну. И к этому человеку ходил учиться Антоний Великий. Это есть неделя мытаря и фарисея. Фарисеи поселились два дня в неделю, четверг и вторник. Не среду, пятницу, как мы. Потому что наш пост еженедельный привязан к Иисусу. Иисуса продали в среду, надо поститься. Скорбный день, Иисуса распяли в пятницу, нужно поститься. У фарисеев вторник и четверг был, потому что в четверг Моисей зашел на гору. Разговаривать с Богом 40 дней, получать закон. А во вторник сошел с горы. Поэтому они постились в память Моисея. У них не было Иисуса. То у нас есть Иисус, у них был только Моисей. Но они постились два раза в неделю, как и мы сейчас делаем обычно, в течение года. Но я повторяю, они вообще не ели. И вообще не ели. Встал утром, даже зубы не чистит, ни воды не пьет, ничего. И начинает дела свои делать. Или молиться, или работать. И только когда солнышко заходит, он позволяет себе что-нибудь вкусить. Стакан воды выпить, например. Поесть что-нибудь невареного, погрызть, что-нибудь какое-то яблоко съесть. Вот тебе пост, слушайте. Вот так надо поститься. Потому что фарисеи и так постились. Они, правда, гордились этим. Гордиться здесь нечем. Чем гордиться, что брюхо пустое? Нечем. Я же говорю, что пища для чрева, чрева для пищи. Бог и то, и другое уничтожит. В общем, нужно быть серьезным, братья и сестры. Если у меня серьезно нет ничего за душой, я так должен серьезно ей сказать, Боже, у меня нет ничего за душой. Я пустой человек. И дырка от бублика. Это будет правда. Правда это хорошо. Если есть что-нибудь, то я скажу, Господи, вот это есть. Но это не мое, это ты мне дал. Слава тебе. Надо честно поступать перед Богом. И поститься нужно будет честно. Не есть, так не есть. А если ешь, то не говоришь, что ты постишься. Ты просто на диете. Назовем так. У меня четыре десятницы, такая моя христианская, хорошая диета. Думает, ой, я похудею, например, перед летом. Чтоб на пляж не было стыдно выйти. Кто-нибудь себе придумает такое, цель поста. Ну, лишний вес сбросишь, чтоб в старое платье влезть, например. Только это все не то, христиане. Это не то все. Это баловство. У нас все христианство стало баловством. Вся наша вера, такая вера, которая раньше была серьезная. Люди встречались, они спрашивали, как твое здоровье. Им наплевать, как твое здоровье было. Как ты веруешь? Вот ты идешь, например, там по полю, там в снегу, и нет никого. Вот куда глазом не кинь, белая пустыня. А навстречу тебе на горизонте полезет другой человек. И так навстречу тебе по пустыне идет. Вокруг вас никого, даже волков нет. И вы встречаетесь друг с другом. Он говорит, как тебя зовут, это не важно. Кто-то по национальности не говорит, как ты веруешь. Как веруешь? Верую в единого Бога. О, все, брат, здравствуй, как тебя зовут? Как твое здоровье? Люди раньше так жили, потому они и выжили. Они выжили поэтому, иначе они бы поумирали все, как тараканы бы от дихлофоса. Поумирали бы еще в 13 веке. От голодухи, от татар, от бессмыслица, от безнадеги. Поумирали бы, мы бы просто не жили бы на свете. А зачем жить? Никаких удовольствий. Это только беда, беда и беда. Одна беда прошла, вторая приходит. Так они и жили всю жизнь. Но они были твердые, как гвоздь. У них было самое главное, как ты веришь. Веришь или не веришь? Веришь, как ты веришь? Расскажи, как ты веришь. Вот так они и жили. И нам нужно как бы... Все остальное стало очень несерьезным. Несерьезный народ. Веселятся, как бы себе такая... Я верю, да, ха-ха, хихи. Да, пост прекрасный, ля-ля-ля. Ну да, конечно, Пасха хорошо, очень хорошо. Все такое на ха-ха такое. Там нет никакого ха-ха, там все очень серьезно. Так что надо будет не есть, не ешьте. Надо будет на коленях нарастить мозоли от поклонов, надо наращивайте. Надо будет как-то так себя подприжать, подприжмите. Если сил не будет, честно признайтесь, я ничтожен. Ничтожество, я не могу даже поститься. Я не могу в день вычитывать, например, трикофизмы. Хотя нужно вычитывать псалтирь два раза за... В посту нужно... Псалтирь вычитывается дважды в неделю. То есть нужно за неделю прочитывать дважды всю псалтирь. Да куда мне там? Я не могу двух кофизм в день прочесть. Я не могу так много читать. У меня как бы голова кружится. И глаза болят. Надо признаться, что я ничтожество. Что этот пост мой, это как баловство какое-то. Это такая весенняя диета такая. И не более того. Вот так мы и живем. Такие у нас и духовные дары. Такая с нами и благодать. Как ты Богу отдал, так Бог тебе и возмерил. Вот так что мы поэтому в ничтожное время живем, братья. В ничтожное время. В монастыре как в миру, в миру как в аду. В голове каша, сердце фарисейское. Подвига нет, молитва слабая. Вера почти исчезла. Есть такая какая-то обрядовая форма. Пустая, как консервная банка без консервы. Пустое все, без Духа Святого. Поэтому надо иметь страх. Если придет Господь сегодня, мы не готовы. Если Господь сегодня придет, мы не готовы. Поднимайте руку. Кто готов сегодня умереть для Господа? Правильно, делайте, что не поднимаете. Никто не готов. И я не готов. Мы не готовы. Мы баловники и фокусники. Как малые дети в песочнице играемся в христианство. А нужно быть настоящим христианином. Да поможет Дух Святой во имя Иисуса Господа. По воле Отца Небесного. Так что вырывайте из себя фарисейское сердце. Ставьте на его место сердце плотяное. Бога боящиеся, Бога любящие. Это Еремия сказал. Заберу у них сердце каменное. Вырву из груди. Заберу сердце каменное, сердце гордое. И дам им сердце другое. Сердце новое, сердце плотяное. Мягкое, любящее, меня слушающее. За мной идущее, мною питающееся. Надо сердце поменять. Без этого остальное все это не важно. Вот мы начинаем, возлюбленное Господи. Еще раз Господь дарит всем людям, живущим на земле, возможность принести жертву Великого Поста и дойти в светлый свет Великого Воскресения. Мы уже начали. Христос Воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok